Ну вот посмотрите, под блинтусами дым шел снизу, из-под блинтусов, все это в следы видно, все это горело. Черная копоть на полу, стенах и мебели. Жители 61-го дома по улице юных пионеров показывают последствия пожара. Квартира Владимира Пивоварова находится на втором этаже, прямо над помещением, где располагалась частная сауна. Владимир говорит, еще до пожара от нее было немало неприятностей. Они там все пьяные постоянно, ну естественно, понимаете, там развад полный, бассейн, орут. Это все подо мной, под моими комнатами. Музыка до двух, до трех ночи. Им звонишь, бесполезно. Из-за пожара в доме было нарушено теплоснабжение, выбитое стекло, временно прекращена подача холодной и горячей воды. Тепло и вода вернулись в квартиры в течение суток. Также муниципальное предприятие по эксплуатации и обслуживанию общежития оперативно установило новые окна. Но оценить, какой урон нанесен коммуникациям дома в полном объеме, специалисты обслуживающего предприятия не могут. У нас в саму сауну как не допускали, так и не допускают. Там проходит у нас система отопления общего здания, там проходит у нас водопровод на здание, там у нас проходит система общего горячего водоснабжения на здание. То есть фактически большая часть инженерных сетей проходит именно по территории сауны. Там находится бассейн, не предусмотренный никакими проектами, это дополнительная нагрузка на фундаменты здания. Соответственно, мы не можем, грубо говоря, гарантировать нормальную работу здания. После пожара в помещении начали ремонт, восстанавливают сауну практически круглосуточно. Терпение жильцов на исходе. Начиная с 2010 года, люди неоднократно писали жалобы по поводу работы сауны. Но никаких действий не последовало. Владелец заведения не установлен до сих пор. Диляра Гаврилова в этом доме живет пять лет. Семья уже один раз пережила пожар. Сюда их заселили, как погорельцев. И теперь жизнь женщины с маленькими детьми снова под угрозой. У меня уже больше нет сил. Мы жаловались на эту сауну, что уберите ее, что это не положено. Не дай бог, будет возгорание. Вот дождались. Я надеялась, что теперь уж нам точно ее закроют. Так нет, они еще нам ухмыляются, говорят, что через неделю сауна опять восстановится. Опускать руки жители дома не намерены. Люди считают, частной сауне не место в жилом доме. Жители в очередной раз пишут жалобы в полицию, районную администрацию и прокуратуру. В этот раз решили пойти дальше и обратиться в приемную президента. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков, Дмитрий Мешканцов. События.